Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видео очень интересный вопрос. Что такое Android Go? В чем его преимущество? Итак, технология в современном мире развивается семимильными шагами. Это двигает весь процесс и каждый пользователь с каждым годом имеет возможность заполучить гаджет с новыми возможностями. Многими услугами, такими как заказ пиццы, вызов такси, покупка одежды, банковские переводы, возможно управлять со смартфона. Поэтому производителям телефонов и компаниям, предоставляющих различные услуги, выгодно наличие гаджетов у большого количества людей. Итак, давайте рассмотрим первый вопрос нашего видоса. Это причины возникновения Android Go. Итак, из-за этих потребностей, производители стали пытаться сделать смартфоны дешевыми и доступными. Компания Google пошла навстречу покупателями и решила создать версию Android, которая подходила бы к самому слабому смартфону. Стартом в этой отрасли стал выпуск Android One, который был направлен на индийский рынок. Суть заключалась в том, что данная версия не имела при себе нескольких оболочек, таких как Flyme или MIUI, тем самым появлялась возможность установить эту систему на слабый по производительности телефон. Слабая начинка смартфона стала этому причиной. Множество приложений из магазина Google просто не устанавливались или не работали. И те, которые удавалось скачать, работали иногда медленно и с различными вылитами и багами. Android One стал предшественником Android Go, но не имеет с ним ничего общего. Просто они содержат в себе одинаковую идею. Проанализировав все проблемы и отзывы пользователей, компания Google решилась на новый шаг и в 2017 году выпустила Android Go. Она также рассчитана на слабые гаджеты. Это своего рода облегченная версия операционной системы в Android 8.0 Oreo. Из данной версии были убраны множество визуальных эффектов, которые сильно загружают телефон и тормозили его работу. По словам производителя, она способна работать со всеми приложениями и быть установленной на такие слабые телефоны, у которых оперативной памяти всего 512 МБ. Встроенной памяти требуется 4 ГБ, но после установки операционной системы столько занимать места не будет. Она будет гораздо меньше занимать места на флеш-памяти. Android Go тот же самый зеленый робот, но упрощенной версии. Для большего удобства и производительности в Google Play существуют упрощенные приложения специально для этой версии Android. Из них также вырезают и лишнее, оставляя самое нужное. Такие приложения имеют дополнительный значок в интернет-магазине Google Play, обозначая этим, что они облегченные. Наличие специальных приложений не исключает установку полных, но работать они будут хуже и медленнее. Двигаемся далее, давайте рассмотрим преимущества и недостатки Android Go. Итак, для лучшего понимания данной операционной системы стоит перечислить ее плюсы и минусы. Это поможет с выбором, стоит ли ее приобретать. Итак, плюсы данного андроида. Первое. Самое главное – это то, что она является аналогом обычной операционной системы. Различие лишь в том, что в ней вырезаны визуальные эффекты, тем самым облегчая работу слабым процессором. Второе. Существует возможность установки фирменных приложений от Google Play, таких как, например, антивирусник Play Protect. Он сканирует весь телефон на наличие вирусов, а также все файлы, поступающие из интернета. Даже самый слабый и дешевый телефон будет защищен. В этом случае можно применять и правильный антивирус DR-Web или Dr.Web. А Lite тоже прекрасно работает на слабых аппаратах. Третье. Это наличие в Google Play специальных приложений из облегченных версий. Это благоприятно сказывается на работе смартфона. Они лишены всего лишнего, что загружает процессор. Ну а теперь самое главное и самое мощное – это минусы данной системы. А он всего лишь один. Всего один недостаток, но очень серьезный. Многие производители приложений не желают оптимизировать их под данную версию операционной системы. Выбор облегченных приложений невелик, если честно. Но я думаю, со временем, возможно, все изменится. Так что вот такая вот нужная и правильная информация. Изучаем. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт mobcompany.info Сайт о смартфонах и их производителях. Я думаю, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. С нами будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!